да я замерзся на улице будет вести видеосъемка нашего разговора я предупредил я включил так галина владимировна 17 числа на территории поселка глядин будет проходить публичное слушание я прошу чтобы вы и прокурор были на этом заседании по исполнению бюджета да я считаю потому что житель я выражаю мнение жителей которые можно так сказать меня деги лигации сюда правили что требование чтобы они хотят с вами встретиться это не одно не 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 задаются вопросы обсуждаются моменты исполнения бюджета да исполнение бюджета но мы же сегодня у нас прошли публичное слушание в исполнении районного бюджета соответственно мы примем приняли депутата у нас отчет об исполнении районного бюджета сейчас идет речь о бюджете муниципального образования вы как глава я вас приглашаю туда хорошо я приглашение ваше и если дело в том что единич надо понимать работу и вы происходит это буквально за три дня когда неделя рабочая спланирована если вы работали а вы работали вы понимаете планируется работа и на месяц и на неделю поэтому было запланировано что на публичных слушаний будет присутствовать заместитель главы района по финансовым вопросам мне с ней разговаривать нечего прошлый раз мы задали ей вопросы она не ответила на нее до сих пор это первое второе человек который существует и работает у нас это ревизионная комиссия назаровского района при совете депутатов даже не при администрации которая проверяет в связи с переданными полномочиями все бюджеты в том числе и дает заключение вот я считаю этого человека надо пригласить как раз потому что полномочия исполняет представитель ревизионной комиссии назаровского района которая проверяет исполнение бюджета именно дает внешнюю проверку осуществлять вы знаете я знаю но мы хотим видеть вас я говорю от лица народа чтобы от какого народа вы говорите я была на территории буквально и восьмого была никто не выразил мне из встречающихся ну мы не с тем встречаетесь наверное вы не слышите просто народ который вы имеете ввиду но у нас все люди все народ и вы представитель глядинского сельсовета и все жители там все представители вот приедете пожалуйста у нас будет у нас будет сход придут туда активные граждане которые вы грамотно же человек публичный слушание извините я говорился я и второе можно один разговаривать но когда все переходит со всеми личные чтобы не переходили проходит конструктивно можно спорить можно отстаивать свою точку зрения но когда все превращается в оскорбление в обвинение в крики вот тогда конструктива не получится вот к сожалению а кто это кто это кто это делает я не знаю но вот придите пожалуйста разберитесь понимаете мы я привык так я должен прийти на публичные слушания передо мной производится отчет я мне непонятно я спрашиваю люди спрашивают задают вопрос и не слышат ответа потом на публичных слушаниях я говорили много я теперь я скажу на публичных слушаниях производится публичные слушания производится видеосъемка председатель собрался мне некогда в 5 часов я домой пошел башкиров ушел вся администрация убежала мы посетили публичные слушания и вы никаких мер не принимаете это что такое ну во первых вы знаете что меры а вы знаете что у вас самостоятельное муниципальное образование входящие в состав назаровского района что значит меры и вообще нет он же вам подчиняется нет не подчиняется очень нет как не как как не вам может быть совместно к вам на планерке ездит высота мы проводим оперативно пересовещание у вас есть какие-то структуры разработана на месяц на планке зачем мы это все начинаем передергиваться мы знаем хорошо 131 закон почитайте его где написано я никогда не пишу вашему главе исполнить всегда пишем рекомендовать главе потому что это глава и сельсовет это муниципальное образование подожди стойте мы я я может что-то не допоминаю не допонимаю у нас есть существует вертикаль власти президент премьер-министр губернатор глава района и глава сельского поселения у вас четко линия вы выполняете одни и те же функции и почему вы не можете и даже губернатор красноярского края органы местного управления это уже начинается рекомендовать поэтому рекомендовать да нет и они нет нет вы не слика осознанности за работу за работой главы администрации давайте отслеживаете его действия нет почему я вам говорю что нарушается закон со стороны со стороны главы администрации для администрации нарушается закон примите меры Любой, вот мы хотим, чтобы вы приехали и посмотрели. Вот меры у нас существуют надзорно-орган, который в том числе надзирает к соблюдению закона у нас и у вас. Это прокуратура. Ну, понятно. Мои требования и были, чтобы вы прибыли и прокурор города. Ну, что значит, вы требоваете? Требования такие от народа. Народ выдвигает уже требования, начинает выдвигать. Это я просто рупорт. Я говорю от имени народа. Вы пользуетесь этим словом от имени народа. Вот вы говорите, отчасти жители. А отчасти жители-то не народ? Это тоже люди. Народ, это люди. Нас уже три человека, вот пять человек, шесть человек, это уже народ. Я от имени их говорю. И приедьте, пожалуйста, и услышите. Что проблема-то? Почему вы у нас боитесь туда, и не можете приехать, с нами встретиться? А вот вы вот это слово не употребляли. Какое? Боитесь, что значит боитесь? Ну, боитесь, потому что не идете на контакт, не выходите со мной лично. А вот вы с вами лично, вы первый раз за все время. Давайте не будем, давайте. А Евгений Викторович, у меня нет ни одного вашего, ни услышнего, ни письменного. Ну, мы ждем бумажки, мы ждем бумажки, и все. А я начну бумажками. Зачем это надо? Вы приехали, поговорили, сели за столкой. Вот мы с вами здесь и пытаемся сейчас разговаривать. А я пытаюсь вам говорить, вы говорите, я за него не отвечаю. Вот, а мне это не устраивает ответа. Но это вас не устраивает без законов. Тогда откройте 131-го, вы общаетесь с грамотными людьми, и они вам скажут. Да я знаю, я читал что-то. Ну, подчиняется глава Средсовета или нет. Поэтому вы вот эти вот подчинения, требуя, вы не те термины употребляете, потому что я действую в соответствии с законом. Я, ну, говорю, может, я говорю, я соглашусь, может, я говорю какие-то не теми, более грубыми фразами. Но суть-то не меняется. Ну, тем не менее. Суть. Почему мы начинаем уходить на какую-то формальность? Вы не на формальность. Вы по-человечески можете приехать к нам туда и выслушать то, что там, считай, народ должен сказать. Показать, указать на нарушение. Публичное слушание, смотрите. И публичное слушание. Давайте уже тогда, если мы четко действуете, вы в рамках закона, мы четко в рамках закона. Публичное слушание подразумевает рассмотрение отчета об исполнении бюджета. Вот это тема для разговора. Все остальные темы в публичном слушании. А мы другого не будем. У меня есть ролики, мы ничего не нарушали. Туда только циркачей пригоняли. Начинали все переходить. У нас были конкретные вопросы. Что значит циркач? Ну, если вам не интересно, можете зайти в одноклассник. Ну, те, которые провокацию там устраивали. Оскорбление в мой адрес, моей мамы. Давайте не будем уже. Вот давайте таким образом. Если это там происходит, если там это представитель власти, это лицо власти, и там делаются такие действия, то стыли позор такой власти. Евгений Ильич, стыли позор всем, кто нарушает закон или кто провоцирует. Кто нарушает закон, кто этим пользуется. Дело в том, что на сегодняшний день вопрос в том, что на публичном слушании будет обсуждаться только бюджет. Бюджет. А вам кто-то что-то говорит? Нет, подождите. Мы пришли на публичное слушание, на последнее. Мы пришли обсуждать. Задали вопросы, все убежали. Мы не кричали, правда? А мы не кричали. Никто не кричал. Кричал покойный Зенков, который был приглашен туда в качестве шоумена, который оскорблял направо-налево. А вы почему житель это тоже? Такой же житель. Нет, подождите. Он провоцировал. Он начинал вне тему. Его глава не пресекал. Мы задаем вопросы, которые касаются бюджета. Он, причем бухгалтер на меня задает вопросы. Это что такое? Я вам не хочу донести, почему так происходит. Второй вопрос, Евгений Сергеевич. Вы знаете, прежде чем обсуждать бюджет, принимаются письменные предложения, письменные замечания. Вы, группа тех жителей, которые есть вопросы по бюджету, вы их направили? Да, у меня есть письменное обращение для развернутого бюджета. Мне непонятно, 4 статьи. Я хотел об этом узнать, посмотреть. Меня отфутболили. Ну, а что значит, вы хотели посмотреть? Ну, я должен, могу, имею право, ознакомиться с бюджетом. Бюджет, да, он опубликован. Нет, с развернутой. Мне непонятно статьи. Развернутый какой? Ну, есть по статейным делам. Четко прописано, куда, что не потрачено. Это в пояснителе вам должны все разъяснить. Мне никто ничего не разъяснит. Но документы... Нет, подождите, подождите. Я с документами ознакомился. Ну, да. На сайте, на этом есть публикации, есть. Я ознакомился. Но мне непонятно 4 статьи. Я прихожу, пишу заявление. Какие? Заявление написал, что... Прошу мне... Представьте мне... Да, предоставьте информацию мне... Или что? А? Документы первичные представить? Да, 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 да. А вот здесь, Владимир Владимирович, никто не может, входя из моего виду, первичные документы, иметь право проверять определенные тоже категории. Как я не... Привизионная комиссия. Нет, я имею в виду... А кто это проверяет? Ну, вот у меня вопрос... Смотрите, у меня вопрос, да? У меня вопрос на публичных слушаниях по этому факту. Ответьте, пожалуйста. Я подождите. Да, ничего страшного. Я думаю... Да, слушаю. Игорь Васильевич, перезвоню через несколько, хорошо? Ага. Мы задаем вопрос при представителе Мельничу. Задаем вопрос... Но это же было... Подождите, стойте, подождите. Были вопросы. Вопросов на вопросов, ноль ответов. Молчание. И никаких действий. Это когда было, Дмитрий? Было два года назад. Три года назад было. То же самое. Нет, грубежье нарушение. Вы сами к нам, когда депутатами мы были, вы приезжали, что вот я приезжаю, проверяю законность, как у вас все проводится. Это ваши слова. Я же все это помню. Вы, извините, я не проверяю. Еще раз давайте. Мы с вами вместе отслеживаем, соблюдаем. Вы нас обучали. Нет, я это все прекрасно помню. Все было. Наши были вопросы представителям власти. Власть, пожалуйста, мы хотим услышать на эти вопросы. Ноль. Никаких не расследований. Следующий вопрос. Давайте с вами будем уже реально обсуждать. Что на сегодняшний день более тонкие отчеты об исполнении бюджета, вы имеете в виду. Вам может пояснить ваш бухгалтер, который у вас работает. Запрещено ему. Ему запрещено. Он мне не говорит. Мы вопрос. Понимаете? Вы сами понимаете? Мы приходим на публичные слушания. Голова похихихал, похихихал. Большаков встал, ушел. Мне некогда. Это что такое? Он встал и ушел. Мне некогда. Вы у нас запрещали небольшую кофту. Он ввел. Он ввел. Он ввел. Он ввел и говорит. Так, публичные слушания считают открытым. Ну, мне до пяти. Я уйду. Все. Собрался и ушел. Демонстративно. Мы сидим, жители. Это неуважение к нам. Это в этом году было? Это в прошлом году. Позапрошлом году. Подождите. Стойте. Я еще раз говорю. Почему мои такие требования? Я рассказываю, как оно есть. Давайте требования вообще ставим. Давайте будем разговаривать. Я как гражданин имею право требовать. Ну, вы требуете. Требуете. Я не заставляю, не приказываю. Я могу требовать. Как гражданин. У меня есть такое право. Я еще раз говорю. Мы сидим. Сидит представитель. Камера у меня снимает. Я снимаю. Потихонечку. Один, второй, третий ушел. В итоге ни одного представителя публичных слушаний, официальных, государственных, кто там должен быть, кто бьет, никого нет. И сидит один, одни люди сидят. На публичных слушаниях. Потому что мы задали вопросы, на которые не получили ответы. Давайте я это завалю. Вот смотрите. Вы все это прекрасно знаете. Я просто мы начинаем вот это вот из пустого порожня гонять. Вы это все прекрасно видели. Все это знаете. Давайте пойдем до этого года. Я вас прошу приехать на публичные слушания лично в вас, чтобы вы посмотрели, как соблюдается мои конституционные права. Мои. Вот в частности меня. Я не буду говорить от народа. От моей. Я вас приглашаю. Приезжайте. Я вот таким же. Ваше право конституционное присутствовать, задавать вопросы. В чем оно нарушается? А я не дожидаюсь ответов? Это что такое? В одни ворота, что ли? Вот пустоту сказал и все. Евгений Викторович, ты приходи на публичные слушания. Ну вопросы могут вас не устраивать. Давайте так. Следующим вопросом. Дай им. В ответы могут вас не устраивать. Нет. А зачем тогда публичные слушания проводить, если меня не устраивает ответы? А знаете, более по бюджетному ходу. Все, по сути, бюджетные слушания. Ну хорошо, и мнение можно выслушать. Вот вы, почему вот, ну мне вот, например, в моем понимании, я как председатель света депутатов, как зам председателя света депутатов, очень много публичных слушаний. На публичных слушаниях скрывать нечего. Бюджет, вот он весь публикует. Так если они произошли нарушения, почему их не разбирать? Нарушения. Вам сейчас что сказать? Хочете подготовиться? Нет, я просто хочу. Вы хотите? Я вам открыто заявляю на публичных слушаниях. Я следующим образом заявляю. Если вы не приняете меры, то это на вашей совести. Я вам говорю, три автобусных остановки за прошлый год сделали новые, провели деньги, 200 тысяч. Где три остановки на территории глядей? Я говорю конкретные слова. Давайте, напишите. Я не буду ничего писать. Я вам официально, это устное заявление. А зачем я ему буду описать, если меня вытирают ноги? Я не пойду туда, я не буду. Я еще раз вам говорю. Три автобусных остановки. Вот вы как глава, приедьте, пожалуйста, и разберитесь. Одна в поселке Голубки появляется в деревне, и две в поселке глядей. Выделяется 200 тысяч. Извините меня, пожалуйста. В Голубки ставят остановку, ставят с КПП. В Голубки ставят и проводят ее новыми. И еще какая-то одна в глядей не появляется остановка. Ее нету, ее нету по факту. А он на нее деньги тратит. Извините, не надо. У вас есть такие факты? Есть факты. Почему не обратились в полицию? Вот я и дождусь в публичных слушаниях и спрошу. Официально у него. Вы спросите официально, но все равно на публичных вам поясняют. Но если у вас есть факты реальные и доказательства, что таким образом... Вы о чем говорите? Вы где живете? Не надо нас за дураков держать. Я вам еще раз говорю. Я вам еще раз говорю. Где три? Где три остановки? Хочете прятать? Идите прятать. А у меня документы есть. Ну хорошо, что... А у вас есть документы, вы уже давно должны были как гражданин активные. А я хочу посчитать. Да, ладно, следующим образом. Давайте так. Ну на то ли дело пошло. Я открываю карты. Вот при вас. Это хорошо, что даже я здесь. Здесь вы сами вынудили меня. Почему в бюджете за 2018 год его принимают на электроснабжение, на уличное освещение, там в исполнении программы выставляется сумма, планируется сумма 1490 с копейками. Миллион, миллион, миллион 490 там с копейками. А в газетке, которую нам Большаков, извините, пожалуйста, Большаков стопил в газету всю полностью своя газета, стопил у себя баню, которую в деревне ни одного объявления не вынесли, никто не знал, скрывали. Четко прописано, что за план стоит миллион 95. А по факту, взяли на год назад миллион 400. Куда они 400 тысяч дели? А теперь выгодных корректировках не присутствовали? Причем корректировки стоят по плану. А не по этому. Я бы понял, что было 400, и корректировка, и Совет депутатов приняли и перенесли, скинули на другую статью. 200 тысяч хлопнули на школу, и 200 тысяч себе по задницу. Я говорю то, что есть. И 100% не надо. Это вранье. Вранье. Там целевые деньги туда должны закладывать. Почему вранье идет? Они уже врут. Официальный документ стоит 1 490 000, а он ставит в этой газетенке, чтобы не было вопросов, почему 400 тысяч. Он ставит их здесь и здесь. Никакой опечатки там нет. Вот вам факт. Евгений Николаевич, а если средства были при корректировке куда-то перенесены? Так а почему вы их не отразили? Так а корректировка-то отражается в середине года, а по итогу-то дается другое. Там стоит план. Там стоит план. Нет, нет, даже смотрите. Давайте я вам только один пример и делаю вам. Я знаю, что это. Смотрите, например, мы планируем изначально, да? Но вы же бюджет планируете, например, 2 миллиарда, да? Нет, давайте мы грубо говоря. Вы планируете 100 миллионов. Бюджет принимает его здесь. И когда вы приходите отчитываться, вы говорите, что мы приняли, у нас был принят 100 миллионов, да? Ну никак не 96 по факту. А теперь, смотрите, если мы, например, да, мы принимаем бюджет, потом получается, мы недополучили доходов. Например, обанкротилась за крутоярство. Ну что, да я знаю это. Налог недополучил, соответственно, мы что-то недодали. Да у вас бюджет заложен, вы не имеете права первоначальную цифру менять. Нет, мы не имеем права. Нет, вы можете перекидывать со статьи на статью. Нет, Евгений Викторович, вот тут вы не правы. Вы не можете ее перекидывать. Евгений Викторович, мы, например, планируем первоначальный бюджет, вот на этот год, да, например, на 19-й, 865 миллионов. Но сейчас мы по грантам выигрывали, да, у нас 4 территории выиграли гранты. Это Красная Сопка, это выиграла грант Красная Поляна. Эти деньги добавляются, и мы уже при корректировке их учитываем. И бюджет уже вместо 865... Да это по факту. А вы по факту, как вы не поймете, что по факту вы ставите цифру определенную, вы не можете ее заменчить вниз и больше. А уже там идет. А зачем тогда там статья прописана, зачем исполнение бюджета идет в процентовке? Потом идет 96% исполнено, 100% исполнено. Вы что говорите? Если вы, как вы сейчас говорите, то у вас все по факту может быть... Изменится. Изменится, и тут будет везде 100%. Вы о чем говорите? Так идемте, оно где-то будет исполнение, говорю. Но вот вы поймите, а если мы получили эти деньги с края, которые мы не планируем, Да это вы, это уже потом... Плюсуем, плюсуем, плюсуем. Да вы прессуете, но вы от начальной цифры-то, почему вы говорите, там может перевыполнение бюджета. О чем мы говорим? Вы что начинаете? Я вам еще раз говорю, у вас должно по факту быть, которые приняты депутатами, А уже, соответственно, если деньги перекинут, 400 тысяч, они если решили, то они их должны перекидывать. Они их отображают на сессии, решением депутата, что надо туда-то, туда-то перенести. Но первоначальная цифра, она не уходит никуда, она должна быть. Мы должны видеть, что по электричеству он исполнился не на 100%, как он отчитался, а исполнился ровно на 85%. А это скрывается, это для нас скрыли. Остановки скрыли, это скрыли. Еще факты вам сейчас приводить? Денис, давайте все-таки, вот я в бюджете, даже если какие-то моменты вы называете, но цифры могут быть не идти... А не надо, подождите. Первоначально, когда мы были, первые слушания, когда мы их не принимали, что там было? То нам уже говорили, то газетка виновата, то еще цифры запутались. Это было, я через это уже прошел. Зачем мне еще надо на грабли наступать? Еще раз вам говорю, зачем мне это надо? Я вас и приглашаю, придите, мы зададим вопросы, вы нам четко разъясните. И не будет никаких домыслов. А разъяснять будет вам и глава Сельсовета... Скажите, пожалуйста, ладно, хорошо, вы были председателем, вы были председателем. Коль бы прошла такая война. Ой, какая война. Ну, я имею в виду информационно, я имею в виду сейчас данный момент, на цифрах мы говорим. Вот в газете публикуют, Назаровский район, отчитывается. На Кемитинский клуб отдают столько-то определенную сумму. В Глядинь 43 километра доходит на 200 тысяч меньше. Задаем вопрос на Ничук. Евгений Викторович, а хотите я вам сейчас скажу другую? Куда мне лезет? Сейчас я... Вы мне готовы услышать? Ну, давай. Я стала главой 30 июля 2018 года, кредиторка в районном бюджете на 1 января 2018 года была 39 миллионов, и я с бюджета 2018 года, да, когда пришла только, мне преподносят, и мы рассчитывались за ремонт Кемитинского клуба 2018 года. Да как вы не... Вы что, а почему вы не начинаете говорить? Это ваши финансовые там дела, я понимаю, что там... Нет, я имею в виду, вы поймите, что вот он бюджет. Бюджет получился, мы в 2018 году... Да вы не понимаете, о чем я говорю. Вы на бумагах дурите народ, не надо нас обманывать. Вы, я еще раз говорю, администрация Назаровского района отчитывается, что они потратили 800, грубо говоря, 800 тысяч на Кемитинский клуб они потратили, вы списываете деньги эти, что бюджет исполненный. И в то же время, а Глядинская администрация, что они переданы по администрациям, и Глядинская администрация отчитывается, что они потратили 600 тысяч. Где 200 тысяч зависать? Это вопрос. Вопрос он остается. А если... Хорошо, вы же грамотно понимаете, что ремонт проводится по торгам. В бюджете планируется 800 тысяч. Вы отчитались за 800. Кто отчитался? Вы, администрация Назаровского района, отчиталась за 800 тысяч. Я вам просто говорю. Мы задали вот этот вопрос на ничуть. Мы запланируем, смотрите, вот планируется ремонт, например, клуба. Закладывается миллион, объявляется аукцион. Вы участвуете в аукционе, участвуете в аукционе, еще кто-то истидывает. По 44-му федеральному закону выиграет тот, кто назначает наибольший, наименьший. Хорошо, мы запланировали миллион. Да вы запланироваете сколько? А вы ставили нам 600, и мы уже должны внести в коррекцию. Все, я понял, я понял, про что вы говорите. Вы запланировали одно. Я не говорю про план, я говорю про отчет. Про факт, да? Про факту. Вы по факту отчитываете, что вы передали денег, 800, это бумаги. Вы что делаете? Это на бумаге написано. Мы в Глядинскую администрацию отпускаем 800 тысяч. Ну я вот сейчас как бы... Ага, а Мильничук пригласите и спросите у него вопрос этот висит. Ей бумажно в письменном виде отправляли этот. Ответа в ноль. Глядинская администрация. Нам в бюджет из Назарова дали 600 тысяч, мы потратили на Кипятинский клуб. Браво, ребята, за 43 километра вы просрали где-то, извините за ображение. Ну я выражаюсь грубо говоря. 200 тысяч. Ну не мог, вы поймите, что просто... Ладно, давайте хорошо. Заложено в бюджете... Вернемся к электроэнергии. Заложено в бюджете 1 миллион 400 тысяч. 400. У нас фонари не горят. Освещение в деревнях круглосуточное. Ждется электричество. Никаких. На 400 тысяч можно было полностью поселок закрыть, любой. Повешать фонари. Вчера был в прогрессе. Фонари новые сделали. Ничего не горит. Ничего нет. Жители жалуются. Какие факты еще надо? Давайте дальше. 200 тысяч на Галуковские дорогу. Это что такое? Три КАМАЗа 200 тысяч они сделали. Ну, ребята, извините, я не знаю уже как. В каком году сделали дорогу? В прошлом году. В Голубках сделали. Я вот сегодня нынче выставил репортаж. У меня каждое слово я свое подтверждаю. И делаю, и иду. И иду, и показываю, что в данный момент здесь нету никаких 200 тысяч на дорогу. Там нету. Там три КАМАЗа высыпано. Я не дурак. Я иду, считаю. Одна тонна 300 рублей стоит. Да там просто-напросто можно дорогу засыпать ее. Если на нее на целевое деньги, краевые выделены. А там размазал, просто вот так размазал. И жители приходят и говорят, Евгений, езжай. Там Большой Кол. Депутат лопатой накидывает в тележку себе. Ему люди подходят. Ты что делаешь, это нам дорогу? А он их матом, иди на три буквы, иди отсюда. Я что хочу, то и делаю. А вы почему до сих пор не обратились в правоохранительные органы, если у вас два, что три машины он вывалил на 200 тысяч? А я откуда знаю, что там должно быть? У нас вы... Вот теперь давайте вопрос задаю. Почему я не знаю? Азбады Евгеньевны, а почему вы не знаете? Что? Я... Вот именно. Почему администрация, Глядинская администрация скрывает? Заходите вот сейчас в прямом эфире. Заходите на сайт Глядинской администрации. Посмотрите, какую я информацию могу получить там. Я не вижу, куда деньги тратятся. Я не вижу ничего. Захожу в Преображенку, в любую другую, там все есть. Евгений, вы... Ну, если... Почему вы говорите, почему я не пошел, я не пойду в правоохранительные органы? Так я не вижу, у меня оснований нет. А мне вот бюджет выставили, я смотрю, 10 тысяч, я поехал дорогу посмотрел. Вот она, вот она, буквально вот какие-то. Я и хочу, чтобы вы приехали и послушали, что будет там. Я не говорю, я не говорю ни одного слова. Я всегда говорю правду. И привык говорить правду. И придите, нету никакой. Что с выборами, с этими, что с этими публичными слушаниями сделали? Я пришел, пришел туда, они сидят, она сидит, зам главы сидит. Я говорю, когда публичные слушания? Я бы хотел увидеть бюджет. Ничего, нет какой информации. Ну, наверное, до 1 мая будет. Я говорю, что, ребят, как? Это же официальный документ. Это же должно быть напечатано быть. Должно быть напечатано. Ну, вот должно. Она собирается, мы пока пошли до бухгалтера. Она убежала, все, дверь закрыла, и все, ее нет. Я прихожу к бухгалтеру, бухгалтеру спрашиваю, не, бюджет, да, она, да. Я говорю, когда будет состояться слушание? Ну, не знаю, сегодня должны, ну, может, после обеда будет. У меня рвет голову, нифига себе, это как так? Как это получается? Нам не разрешили, когда Башкирова убирали, перейти в другое помещение, а тут в 10 часов назначено, а в 11, они спокойно могут перенести слушание на 12 часов самовольно. Курю, ехал куда-то. В Глядинской администрации идет полнейшее нарушение закона. В этом плане разгоните, уберите Башкирова, и все будет нормально. Я вам говорю, я не пойду во власть, и не хочу, я только буду помогать, убирайте его. Давайте не будем. Давайте по закону откроем 134 и посмотрим на какие-то... Вы с этим законом доиграетесь, я вам просто говорю, мне уже просто теперь. Народ, когда придет с велами, тогда будет уже другую позу. Это не призыв, это просто консенсация фактов, что уже народ до того доведен. Какое? Вы о чем говорите? О том, о том говорю, о том говорю, что происходит в данной ситуации. Вы хотели выслушать, это мое мнение, оценочное мнение, я его говорю. Все, а что еще надо? Что надо? Он ворует. Что такое... Давайте, давайте, вот любым способом, в любой факт залезем, я вам покажу, что он не прав. Я это показываю, а вы говорите, я ничего не могу с ним сделать. Давайте по закону возьмем, какие есть основания для отставки главы. Есть заявление, есть судом доказанные вещи, когда глава может идти в отставку. Глава района не может сегодня ни главу Глядинского сельсовета самолично убрать, не может убрать ни другого главу Преображенского сельсовета. На это есть закон, в соответствии с которым есть основания. Давайте с вами откроем 131-й. Да позор, какое может быть основание? Позор такой быть в таком главе. Вы, вот, подождите, вы хотите разобраться по факту? Вот почему вы думаете, Евгений Викторович, а почему вы не идете и не пишете? А вы почему не пишете? Что вы думаете, вам на стол не ложатся какие-то, вы не знаете ситуацию? Да что лицемерить-то? Я ничего не могу понять. Я нисколько не лицемерю. Это первое. Давайте, у нас есть районный бюджет, есть консолидированный бюджет. И поэтому, вот, если факты, о чем вы сейчас говорите, мне скрывать, например, нечего. Мы в этом году все, что будем делать, все будет на нашем сайте в Одноклассников. Какие деньги запланированы? Вот скажите, какой интерес скрывать? Я могу вам сказать, для одни планируется ремонт школы Кибетенской, крыши. Планируется, в связи со школьной рекомендацией ГИБДД, планируется отсыпать улицу Романова, Вантропова засыпать, чтобы там не было ям, школьный маршрут. По крайней мере, вот, пока планируется следствие. Поэтому вы вполне можете отследить и ту дорогу, и крышу, потому что, ну, реально... Да, а до конца, когда дела будете доделывать? Которые сделали дела в прошлом году, до конца, когда будете доделывать? Вы имеете в виду, какие дела? Какие? Ну, сделали на улице совхозной, вот, по поселке глядя, улицу совхозная, сделали асфальт. Где разметка, где пешеходные переходы, где знаки? Ребятишки уже пишут проекты, уже до того дожили, что вы даже не можете. А почему-то на Красной Стопке это все есть, с теплом это все есть, а у этого главы ничего нет. Ну, на Красной Стопке на сегодняшний день тоже у нас очень... Нет, я просто говорю, а сделано на работе? Возле детского садика, учреждения, мы идем, я борюсь, чтобы за детей было. А где? Ни одного знака нету. Никто ничего не хочет делать. Ну, это есть прописание, значит, будете справлять. Кто? Глава. Так извините, если вам в бюджете заложено на штрафы ноль денег, он платит 297, вот вам исполнение. Куда 270 тысяч профукали? Штрафы, потому что он не делает ничего. Давайте следующий прогресс кладбища, выполняют, 100 тысяч закладывают. Вы видели, какие там столбики поставили? Вы видели, какие там поставили столбики? Дмитрий Алексеевич, но то, что в каком году поставили столбики? В прошлом? В прошлом году. Делали бюджет. Он, Башкиров подписывает. Они упали. Честно говоря... 15 сантиметров в землю закопаны, а он падает, он упал. В позапрошлом году я вам сказать не могу, это точно. Но давайте с вами... А мы хотим, мы хотим, а я вам зачем, я вам скажу, зову вас, пожалуйста, приезжайте и будем сидеть. Вот там будет сидеть прокурор, вы будете, вы сидеть будете, чтобы была законность, чтобы мы верили этой властью, что и правда есть на этой стороне. Присутствие прокурора не обязательно. Почему, почему? Пускай свой помощник опошлет, пускай приезжает и садится и... Это решит прокурор, мы с вами... У меня заявление есть. У меня заявление там есть. Вы говорите, я ничего не делаю. Я все равно еще там... Я даже не сказала, что вы... Нет, ну вы не... Почему вы не обращайтесь, не пишите? Я ровно еще там делаю то, что есть. Есть прокурор, я вас официально пришел, позвал. Приходите, садимся и будем разговаривать. Никто не будет, не ругаться, ничего. Все будет. Там нормальные люди, приходят пенсионеры, приходят жители, которые не безразличны. И будет разговор, и будем спрашивать. А мы только видим, помыркал глазами и свалил. Это нарушение, это нарушение закона, законности. Вы здесь власть, вы должны смотреть, что народ говорит. Вы для народа служите, а народ говорит следующим образом. Это преступник. Он вами пугает, он вами пугает открыто. Вам записи надо предоставить? Ну то, что он любит... Вам записи предоставить? Вы мне направьте. Он любит использовать мою фамилию направо и налево. Мы уже об этом говорили. Мы его приглашали и говорили, что не надо пользоваться. Сегодня вы глава. А мы с него спросить не можем. Мы с него спросить не можем. Вот давайте, почему 26 числа не состоялось публичное слушание? Объясню. Я вам сейчас скажу, потому что главы не было на месте. Потому что 26 числа, в связи с особо пожароопасным периодом, в этой ситуации, все главственные советы вызвали в прокуратуру. И в полиции состоялось заседание совместной прокуратуры. Ну то есть... Так, ладно, хорошо. Вызвали. Почему не было сессии и они решили, что публичное слушание будет проходить 13 числа? А теперь, Евгений Викторович, в соответствии с законом у нас публичное слушание на районном уровне по исполнению бюджета может назначать только совет депутатов районной. Почему Глядинский... Стоп, а я вам говорю про уровень района. На уровне поселений публичное слушание может объявить глава своим постановлением назначить. Да, вот, вы точно сейчас мне дали прям карту... Я вам по 131-му по закону сказала... А там решение совета депутатов. А может быть и решение, и глава. Стоп, подождите. 26-го в пятницу не было никакой сессии. Глава мог постановлением назначить, но и сессии. Сессии? Ну тогда уже это... Вот мы договорились, что... Они же на сайте размещают никакого постановления, а все, назначают 13-го. Когда я пошел в прокуратуру, написал, они сразу чухнули и сразу перенесли на 17-е. Вот. То есть они уже постановлением главы назначили, да? Почему? Депутатами. Все депутатами назначают. Ну, может быть, они проводят сессии, ВЧ, вы же знаете... Какие ВЧ, какие? Ну, не очередная сессия. Она не очередная, люди должны присутствовать на сессии. Стоп, Евгений Петрович. Не очередная сессия... По телефону? Вы хотите сказать по телефону? Вы подтверждаете, по телефону можно провести сессию? Нет. Вот я и про что говорю. Я не про телефон, я говорю о проведении. А, я тоже знаю, я знаю процедуру. Я имею в виду, что должны собраться депутаты, стать депутатом, главный председатель. Уважаемые депутаты, соответственно, все начинаем мы сессию. У нас на повестке дня такая, надо, вот у нас глава там не был. Ну, по сути, я рассказываю, мы голосуем, что надо вот нам провести 13-го. Депутатов не было, Тулаева не работает. Нарушения. Сплошные нарушения. И им за это ничего не будет. Что делается? Ладно, хорошо, давайте мы вот... Ну, слышите, я скажу, что вы приехали. Что с мусором мы будем решать? Вот у нас мусор... Глава, чей полигон? Ответьте на вопрос. Чей полигон, который якобы полигон в поселке Глядин? Полигон в поселке Глядин, это полигон, который не введен в эксплуатацию. На него запрещено высыпать мусор? На сегодняшний день мусор собирать, он возит мусор только региональный, оператор. Так, хорошо. За постановлением от 1.04.19 года, постановление 7-п, подписанное Башкировым по полуповому устройству, озеленению и все там, месячники. Есть его распоряжение, там все четко прописано, провести субботники, за мусор отвечают вывозку Башкиров, организация, все. Могу я делаю, я делаю. Куда, Глядин, не должны люди возить мусор? Ну, у вас еще, Глядин, не везде мусор собирается. Что? Куда? Субботника? Оператор не берет. Оператор не берет листики. У меня это все доказано. Листики мы не берем, он сказал, пошли нафиг. И все дружно, и все дружно повезли на полигон. Башкиров... Мы решили с региональным оператором и региональным оператором... Стоп, это вы решили. Но потом вывез, все равно листья. Стоп, стоп, давайте, давайте быть. Вы сразу, я еще раз вам говорю. Вы имеете только по вашей территории, мы вообще... Я еще раз вам говорю, смотрите. Чтобы они взяли мусор и в Дорохово субботник, хотя они, да, по закону, если жестко следовать этого, они... Подождите, оператор начал брать ровным счетом, вчера забрал пакет. Вчера пакеты забрал с мусором, вчера, смотрите, месячник уже прошел, мы шли, 9 мая, подготавливались, люди чистили, люди шли на благое дело. Я заехал, снял помоечку перед вот этим всем процедуром. Вчера заезжаю, полная. Но вашу, Евгений Викторович, теперь... Нет, подожди, подожди, полная набилась. Следующий вопрос. Почему? Это к этому идет. Работая начальником ЖКХ, я вывозил... Ну, при мне вывозили 8 газиков, 8 машин мусора на сегодня... Вы вывозили, да? Вы вывозили. Вы вывозили, оказывали услугу населению, да, вывозили. 8 машин в неделю с поселка глядь. Сейчас 1. Пускай в этот большой мусоровоз влезет 2, 2 газика. 8, 2, 6 машин в неделю, куда дается мусор. Он плавно пересрос в несанкционированную свалку. И Башкиров способствует этому. Он направляет их всех туда. Организатор большой несанкционированной свалки – это Башкиров. Я не отрицаю, что проблему надо решать как-то. Но надо было сообщать. Смотрите, дорога засыпана. Ее надо будем гуртовать. Нет, дорога засыпана. Она с зимы стоит, я подъехал, снял. Она засыпана, никто... Люди проехать не могут. Люди поехали в округу, в итоге все засрали. Извините, я буду выражаться так. Ну извините, давайте так не будем выражаться. Ну ладно, хорошо, не будем. Вот у вас опыт большой. Мы с вами должны, наверное, сейчас... Так а я вас и про что я говорю. Приходите, я что, я наоборот вижу, как эти решать проблемы. Я хочу, чтобы было чисто. Я не просто там каким-то злобнем стою. Мы все хотим, чтобы было чисто. Я вас должен тоже спросить по закону. Я хочу, чтобы закон соблюдался здесь. Законное его постановление о вывозе мусора на несанкционированную свалку. Он заставляет людей нарушать закон. Первый. Он и не должен такое постановление принимать. А оно подписано. Кто за него понесет наказание? Башкиров и понесет, если он принял не то постановление. Как раз прокуратура за все постановления проверяет. Ну, а что-то ничего не делается. 290 тысяч штрафа блокирует, извините. Набабахали ему. Так, ладно, хорошо. С откачкой какие проблемы. Вы понимаете, что я сейчас начну, мне экологическая служба Красноярска с ними контактировать. Сейчас мы встанем весь район. Куда деваться-то? Мы с бюджетными организациями уже решили. Что с бюджетными? А, с частным населением. А с частным тоже будут. Могут закричать, возить сюда. Почему могут? Почему вы их не заставляете? Евгений Николаевич, мы будем сейчас эту работу проводить. Но вы же понимаете, в районе, вы сами живете всю жизнь практически в районе. В районе нет ни одного очистного сооружения. Я не виноват в этом. Ну, мы с вами все, наверное, если по большому счету. Нет, закон нарушать. Как вы не понимаете? Наша задача сейчас, во-первых, чтобы все возилось на очистные. Вторая задача, начинать пробивать, чтобы нам в бюджет выделяли средства на строительство очистных сооружений в районе. Но это дело не года. Нет, и мы будем нарушать закон? Вы даете его сейчас? Мы будем на завтра. Нет, вы сейчас жителям Назаровского района... Мы предложим им, чтобы... Не предложите, вы им сейчас говорите. Вот как быть? Я просто спрошу, что надо делать жителям Назаровского района по откачке? Откачивать септик, и его везли в Назарово. А если будет... Кто должен следить за то, чтобы машины не сливали на землях сельхозназначения? Или куда-то в овраг, или в речку? У нас вот сейчас рыба подохла по весне. Ну вы же это почитали...